Девять детских садов России участвовали во всероссийском конкурсе на предоставление грантов субсидий. В Москве подвели итоги. Три детских сада Чувашии получат 16 миллионов рублей с федерального бюджета на создание и развитие консультационных центров. Это Новочбоксарский детсад номер один и столичный номер 7 и 201. К одному из победителей отправилась Юлия Важенина. Ликотека, кабинеты дефектолога, логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога, психолога. В детском саду номер 201 консультационный центр открыт еще с 2014 года. От нуля до трех лет именно на такой возраст он рассчитан. Огромная радость, что действительно мы победили. Это действительно здорово. И, естественно, весь грант мы хотим также направить на приобретение научно-наглядного методического пособия, оборудования, которое необходимо для таких детей и, естественно, на курс повышения квалификации. Вот уже полгода двухлетний Артемий вместе с мамой посещает занятия. Совсем скоро он пойдет в детский сад, а пока ему помогают адаптироваться. Настроиться на садик в консультационном центре легче и маме Артемия. Ведь залог успеха любого образовательного процесса в тесном взаимодействии родителей и педагогов. Мы с ребенком приходим, занимаемся. Во-первых, мы играем. Играем не просто играем, а познавательно игры играем. Мы хорошо начали пазлы собирать. Может, из 35 деталей собираем пазлы. Мы хорошо начали двигаться, прыгать, играть. Он себя раскрывает. У него даже ход мыслей совсем другой. Развивается логика. Мирослава сегодня пришла в центр впервые. И задача логопеда – поставить ей звуки. Есть у нас такие звуки, как вот «Р». Раньше, когда она говорила и произносила вот этот звук «Р», мне казалось, что так и должно быть. Но руководитель нам сказала, что это все-таки буква «Р». У нее горловое, о чем я вообще не знала. И то есть мы будем стараться ставить правильно результаты. Я уже вижу, она заинтересована, ей интересно. Она очень хорошо повторяет за руководителем кружка консультационного центра. Ну, я думаю, мы будем ходить, пробовать, стараться. Подготовка к садику или школе особенно важна для детей с особенностями развития. В лекотеке и родители, и дети получают психолого-педагогическую поддержку, занимаются по индивидуальной программе с дефектологом. Мы уже довольно-таки давно, мы уже, если не ошибаюсь, уже четвертый год сюда ходим. То есть мы еще с самого начала работы лекотеки. И мы очень довольны, нам очень-очень нравится. Мы приходим с удовольствием. Усидчивость наша была не такой сильной. То есть он долго не сидел за игрой, быстро уставал. То есть сейчас уже он и знает много знаний, хотя он еще не разговаривает. Очень многие удивляются тому, что он понимает все. Чтобы ребенок рос самостоятельным, общительным, любознательным и чувствовал себя комфортно в окружении сверстников, его необходимо к этому готовить. Лучше всего в консультационном центре при детском садике. Юлия Баженина, Андрей Шоклев, Республика.